Бычаг универсальный по своему применению нож. История его появления уходит корнями в древние времена. Около 40 производителей национальных ножей из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Москвы и нашего региона продемонстрировали свое мастерство в поселке Дамбай, где под названием «Карачай-Бычаг» состоялся фестиваль этнических клинковых изделий. Цель данного мероприятия – это популяризация этнических клинковых изделий, которые массово производятся как у нас в Карачае-Черкесии, так и в Кабардино-Балкарии. Это традиционно карачаевский нож, карачаево-балкарский нож, бычаг. Мы ожидаем от данного мероприятия проявление более большого интереса со стороны любителей клинковых изделий на всей территории России, увеличение количества самих мастеров на территории Карачаево-Черкесии. Сегодня у нас присутствует более 40 мастеров. Это мастера из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, города Москвы и, естественно, самой Карачаево-Черкесии. Одной из самых значимых частей ножа является клинок, а в клинке наиболее важен силуэт. Именно по силуэту мы их и различаем. Узнать, какие разновидности клинковых ножей существуют сегодня и как выглядит именно тот самый легендарный карачаево-балкарский нож, смогли все гости и участники первого фестиваля мастеров по изготовлению ножей. Хамзат Бачиев многим известен как лучший мастер клинковых изделий. В его руках холодное оружие приобретает особую теплоту. За свою жизнь он уже успел выковать несколько сотен оригинальных изделий. Говорят, он ловчак, говорят, клощи. Вот оно. Это саланские эпохи. Это не я придумал, а 10-е и 14-е века. Есть у меня оригинал, а это я саланский. Это оружие как режущее, так и колющее. Рукоят был иной, чем у других видов оружия, поэтому, чтобы рука назад и соскакивала, вот эти функции. Вот его характеристики. То есть это отличительная черта, да? Да, это черта голландская. Так, где еще? А вот про это оружие можно? Ну, вот это называется Харахама, Карачаево-Балкарский. Жалко? Харахама. Хама, что означает? Во-первых, хан, это в нашем Карачаево-Балкарском языке. Это клин. Хама это клиновидное оружие. Вот это и есть Карачаево-Балкарский бичат. От слова «пич апп». Пич резать краит и резать чисто. На словный перевод, чтобы не было никаких таких сомнений. Вот клинок, слегка, куша резать. Для того, чтобы, когда скотину разделывали, это охотничьи с скотом вода, что когда распаривают шкуру, что-то положено. Вот это интересное рукояти. Автор этого рукояти. Я могу уверенно сказать, что в мире нет. Это жил у нас старый кузнец, знаменитый кузнец Иоаннаев Шабатай. Это его произведение искусства, это его технология. И я научился от его молотвориться. Вот сегодня я находиться в ручу. Это автор рукояти Иоаннаев Шабатай. Традиционно подобные ножи изготавливаются только из природных материалов и при правильной заточке могут служить больше полувека. Все преимущества ножей отлично знает и участник фестиваля из Кабардино-Балкарии Алим Иоаннаев. Ведь этим древним ремеслом занимался еще его дедушка, который стал примером для внука. Ножи испаковников нашего народа. Не знаю, с детства тянет меня на ножи. И вот решил попробовать. Получается, не знаю, плохо, хорошо, но все, что он получает перед вами. А в каком возрасте вы начали этим заниматься? Ну, 25 лет. Дорогие друзья, подходите кружки. Что сегодня у вас именно имеется? Ну, полностью висарку ножа, делаю сам, с ручкой, ножом, ножом, помогаясь. А так, вроде вот, потихоньку ножей. Насколько это сложно? Сложного ничего нет. Есть только желание и стремление. Если человек что-то хочет, он может добиваться. Ну, а какие именно ножи у вас? Назовите. Ну, вот, нож, он традиционный национальный ножик, он мгновенный. Мы ничего не придумываем, мы только повторяем то, что делали наши старшие, наши предки. Наши народы, они испаковников занимались скотоводством. Разделка, не знаю, разделка, все, все, животное, все, что с этим связано. Нож, как по сути, Чабанский, это вторая его, ну, это его рука. Он без него никак. А вот в планах что у вас? Над чем-то работаете, к чему-то готовитесь? Вот сейчас над чем именно работаете? Как говорится, совершенству нет предела. Хотим делать все лучше, все лучше, качественнее. Чтоб ножи не в одном поколении оставались, а не через несколько поколений. Чтоб прошло определенное время и сказали, а вот это был его, его ножик. Мне всегда хотелось заехать в Карачаево-Черкесию. Я, в принципе, первый раз здесь. Мне очень приятно, мне очень прекрасно. Мне понравилось все, люди, природа, ущелья, турбаза. А приехали мы сюда, я думаю, о ножах было много сказано. С ножами, как предыдущий товарищ сказал, это все традиционно, мы повторяем это все. Нож в чат на сегодняшний день, видимо, не особо так нужен. В сельской местности он нужен, в принципе. А в те времена, в ранние времена, они нужны были каждый день, каждое время, вплоть до того, что они брылись ножами. С подросткового возраста все имели ножи. Они очень аккуратно пользовались ножами. На сегодняшний день нормально потащить, даже ноги не умеют, к сожалению. Есть охотники, есть рыболовы, есть кузнецы. Много кто куда-то втягивается. Вот то же самое, как в хобби. Свободное время, чтобы где-то не пьянствовать, чтобы жена не ругала. Чем-то занимаюсь, обманываюсь. Вот видишь, я что-то делаю, занят вроде бы. А с какого возраста вы этим занимаетесь? Ну, сказать, я вообще с детства любил пистолеты, с детства у меня тоже. Ну, ножи. Я думаю, на сегодняшний день примерно одинаковые ножи. Простые рабочие ножи. Вот этот более-менее такой интересный, который немногие делают. Так что это более интересный нож. Название есть у него? Название – пчак. Карачаево-балкарский пчак. А то же в руках что держите? Расскажите, из каких материалов он сделан? То же самое, тот же пчак. Но он изготовлен в ручках с турья кости. Вы посмотрите, какой он красивый. И вообще турья кость. Цвета разные уходят. Так что он ни лаком, ничем не покрытый. Эта кость имеет такое свойство полироваться до такого состояния, до блеска. Коротко расскажите поэтапно. Из каких этапов идет процесс вообще? Из каких этапов? Берем железо, какое нам понравится. У нас есть дома небольшая кузня. Отбиваем железо, вытачиваем, подготавливаем. Кожий турьерок, он такой ровный не получается. Его надо отогревать, его надо как бы выровнять, обтачивать. Как процесс сам, посмотреть, видно, как он примерно делает. А за какой период времени вы его уже изготавливаете? Ну, примерно недели-полторы приходится заниматься. Его надо отбирать пальчиками, все такое, до блеска доводить. Без царапин, без ничего. Так что время занимает. Несмотря на то, что секретов изготовления карачаево-балкарского ножа не так много, секреты ковки у каждого мастера свои. Вот приехал на выставку, очень все прекрасно, чудесно. Хочу показать свою работу. Если вы не против, делал нож по мотивам карачаево-балкарского ножа. Чак изготовлен из стали К-110, а рукоять из рога лося. Вот такой вот композит я сделал. Вот, а почему именно ножи, почему именно этим видом ремесла вы занимаетесь? А у меня с детства была мечта научиться их делать. У меня особая любовь к холодному оружию. И вот, можно сказать, мечта сбылась. Лет 5-6 назад я начал этим так потихоньку заниматься. Ну, сейчас вроде какие-то успехи есть. А сколько у вас уже готовых изделий? Немного, немного. Я в год делаю где-то максимум до десятка ножей, потому что у меня на каждый нож очень много времени уходит. 50-60, не больше. Например, вот этот нож я делал около месяца. Ну, не так, что каждый день, по мере возможности. Ну, общая сложность около месяца у меня ушла. Не скажу, что это очень легкое занятие, потому что тут надо, как, талант свыше должен быть к этому. Организаторами фестиваля являются Администрация Карачаевского городского округа, Туристический комплекс Старый Домбай, Клуб любителей холодного оружия «Нож», Фонд содействия развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид», Карачаево-Черкесский государственный университет имени Умара Алиева. Подобный фестиваль на Кавказе проводится впервые, однако твердо намерены сделать его традиционным, поскольку уверены в его успехе, рассказывает начальник отдела по культуре и молодежной политике администрации Карачаевского городского округа Шамиль Хубиев. Мне хочется сказать, что именно Карачаевич, а Карачаево-балкарский, потому что он в народе никогда не являлся холодным оружием. Эта ночь всегда была у каждого ребенка, который достигал возраста 10 лет, который уже мог пасти овец. Так как суровые условия жизни в горах, они предусматривали то, чтобы у каждого находился этот нож. Да, были кинжалы, но кинжал это было холодное оружие само по себе. А нож, он как бы в разделывании, пускай даже это будет мясо, приготовление мяса по хозяйству, по дереву, он был просто необходим сам по себе, в бытовых условиях. И он разрабатывался столетиями, да, и уже на протяжении последних 100-200 лет он не меняется. Да, вот настолько он продуман. И на наших плакатах вы видите, что изображены полностью механизмы изготовления этого ножа, и каждая вещь, для чего она нужна, для чего она необходима. А многие задаются вопросами, что у него нет стопора, у ножа. Но когда вы знаете, когда разделываешь тушу, этот стопор, он будет только мешать человеку разделать. Это вы знаете, что разделывание туши, это же тоже само по себе искусство. И там нельзя нарушение каких-то надрезов неправильных сделано. И дальше, когда в ножнах, в ножнах, когда засовываешь на стопор, так как каждый карачаевец, он все-таки и был всадником, этот стопор бы приводил бы к тому, что через каждые 50 метров этот нож бы вылетал из ножек сделан. То же самое, мисс, то, что шило сделано, многие задаются вопросом, почему оно не круглое, а почему трех- или четырехугольное. Дело в том, что оно нужно было специально для работы с кожей, с сыромятиной, да, и круглые шила, они не подходили для этого всего. То есть, ну, очень много вот таких, почему, некоторые спрашивают, а в чем разница кинжала от карачаевского ножа. Мы говорим, что кинжал, вы знаете, он имеет форму, такую трапецию, пирамиды, да, сверху, а карачаевские ножи, гарбоносики, они специально сделаны для того, когда разделываешь тушь, особенно когда живот начинаешь подделать, если будет не гарбонос, но что все содержимое там, оно просто прольется. Так что много чего по истории карачаевского ножа, конечно, можем рассказать. Так что цель показать, рассказать, как изготовлялся, какой металл применялся, и чем этот металл отличается от дамасской стали, а чем наши мастера отличаются от кизлярских мастеров. И приятно, что приехали мастера не только из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, но и из Подмосковья. Приятно, что я знаю четыре завода на территории Российской Федерации, которые изготавляют эти ножи, они их так называют «карачаевичак». В программе фестиваля помимо этнических клинковых изделий также были представлены сувениры и изделия народно-прикладного творчества. Студенты и преподаватели Карачаево-Черкесского государственного университета имени Алиева представили картины художников, работы мастеров-ювелиров, работы из керамики и дерева, войлока, национальные карачаево-балкарские костюмы и многое другое. «Поскольку сегодня фестиваль «Карачаево-Бычак», это непосредственно относится к сфере декоративно-прикладного искусства, это очень приближенно, это то, чем мы занимаемся. И поначалу у нас была и металлообработка, филигрань, и были у нас представлены работы, тоже вот в этом русле, по тематике подходит. Сегодня мы привезли работы декоративно-прикладного искусства в различных техниках, это войлок, металл, керамика. Это все свойственно нашему этническому народу, ну, в принципе, всех кавказских народов. И сегодня наша экспозиция пользуется бешеным успехом. Подходят туристы, гости, интересуются, спрашивают, и удивляются, что все-таки студенческие работы подобного уровня. Это, конечно, всех восхищает, удивляет. Сегодня мы представляем на этом фестивале работы, студенческие работы непосредственно по тематике. Мы тоже привезли дипломные работы студентов Госуниверситета, художественно-графического факультета. Они выполняют ножи в технике филигрань. Скотоводство и охота на Кавказе издавна были широко развиты, и неотъемлемым спутником горца в горах и быту всегда был нож. Горец никогда не будет резать скот кинжалом. Во-первых, это непрактично, то есть неудобно. Во-вторых, для этого у него всегда с собой нож. Если горец дарит кому-либо свой нож, то считается, тем самым он передает человеку частичку самого себя. К сожалению, из всей своей галереи, короче, не смог принести много. У него столько то, что есть ножи карачайской, карачайские ручные работы. Придел сборки традиционные, папахи, чтобы люди видели, знали, что у нас есть, чем мы ставимся. То есть, кроме ножей, у тебя еще другие увлечения? Конечно. Вся традиционная культура карачаево-балкарского народа, это все, что касается атрибутики, одежды. Все это интересно очень. Мы обязаны это все сохранить и передать следующим поколениям. Как часто ты участвуешь на подобных фестивалях, конкурсах, выставках? Я стараюсь, когда у меня есть время, каждый раз посещать такие мероприятия. Благодарю, что есть такие люди у нас, которые организовывают такие мероприятия. Организовывают в таком масштабе, чтобы не только обособленно, а внутри. Мы-то сами знаем, что у нас есть. Чтобы люди видели, чтобы люди ассоциировали потом наши края не только с нашими прекрасными горами, чтобы они знали, что у народов, населяющих вот эти прекрасные долины, горы, есть глубокая культура, есть чем гордиться. Изделия мастеров были не только выставочными, но при желании можно было приобрести заинтересовавший экспонат, что многие гости Домбая с радостью делали. В завершении мероприятия его организаторами был отмечен каждый участник фестиваля, всем были вручены сертификаты, а программу вечера украсили выступления артистов эстрады нашей республики. В очередной раз мы убедились, что творческий потенциал кузнецов и мастеров Юга России велик. Популяризация этнического карачаево-балкарского ножа в первую очередь возрождают культуру и быт народов, передавая традиционные умения предков из поколения в поколение. Субтитры создавал DimaTorzok